Дискуссионный клуб «Сергиев Посадзавтра» состоялся в минувшую пятницу. По сути, своя – это некий мозговой штурм, где рождаются идеи по развитию города. В нем приняли участие представители конструкторского бюро «Стрелка», депутат Госдумы Сергей Пахомов и общественники. Центральной частью разговора стало обсуждение эскизного проекта благоустройства вдоль набережной улицы Левонапрудная и территории вокруг музея. Концепция развития этой части города была представлена на всероссийском конкурсе и вышла в лидеры. 50 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на реализацию этого проекта. Идея – «Сергиев Посадз. Столица русской игрушки». Одна из идей – вытащить музей из стен на улицу, вытащить ребенка, собственно говоря, после всего, что он посмотрел на улицу, и показать, что город – это такое же сточное пространство для изучения. История, культура, наследие – это экскурсия с одной точки, которую можно будет провести со всего нашего кругового маршрута. Получается, связка пруда и музея через город – это такой новый двигатель вообще для города, не только для туристов, для прохожих, а, например, для художников. Задумались и о видах исторического здания музея, бывшего здания училища. Сейчас оно в густой кроне деревьев, и его вид с горки волкуша едва читается снизу. Поступило предложение рассмотреть кронирование деревьев, а вместо тех, что придется удалить, сделать новые насаждения уже подросших пород. Конечно, их жаль, но всего должно быть свое место. Если мы говорим о том, что мы должны сегодня очень бережно относиться вообще ко всем сохранившимся точкам притяжения, точкам старины, как я называю, ко всем тем чуть больше сотни домам, которые у нас сохранятся, ну какая ценность в здании, являющемся памятником культуры, которой не видно? Ну какой смысл? Александр Миронов, директор КПЦ «Дубраво», предложил сделать на Геларском пруду плавучую сцену для проведения концертов и шоу. А ровно на площади воды возникает серьезная сценическая площадка. Как она будет использоваться в течение года, как угодно. Это там место для отдыха, это дополнительная смотровая площадка, это какие-то раздевалки, это тоже место для аренды вот этого всего оборудования. Может быть, котовок там будет какой-то, или место для раздевания во время какого-то. Но когда нам станет это необходимо, вот здесь стоит серьезная могучая сцена, вот на этом фитеатре садится народ, человек 500, впереди у нас лавра, и у нас идет здесь серьезное концертное или театральное шоу. Эту идею поддержали в части разговора по дальнейшему благоустройству улиц и территории Сергея Упасада. Решили создавать небольшие концертные сцены там, где уже есть точки притяжения горожан. Прозвучала идея и создание целой инфраструктуры под брендом «Патриаршия». «Патриаршия библиотека», «Патриарший медицинский центр» и так далее. Есть центр, из него водные артерии, которых у нас четыре направления. Вот это надо сделать все, потому что по ним есть куда путешествовать. Ну, водные артерии, в смысле, это набережные небольшие, вокруг них сделать благоустройство. Это так называемый наш зеленый парковый каркас. И в центральной части города должна быть возможность пешком прийти в наш парк, в скидские пруды. Из него, пожалуйста, ты идешь в Черниговский скид и так далее. И это возможность и для туристов пройти, той дороги, к которой цари ходили. И возможно, жителям прийти на самом деле на 20 минут, прогуляться пешком. В завершении встречи отметили, идей много. Каждая может быть озвучена участниками таких дискуссий. Не исключено, что самые невозможные предложения по развитию города так или иначе найдут свое отражение в недалеком будущем. Ирина Белякова, Евгений Шевченко, программа «События».